Здравствуйте! Вот в биологической науке есть такой раздел, который нами, людьми, как биологическим видом занимается. Он называется физическая антропология. И вот сегодня мы собрались об этой самой физической антропологии, поговорить об эволюции человека. Мы ведь всё-таки меняемся. По-моему, даже на глазах люди меняются иногда. Собрались поговорить с доктором биологическим наук, антропологом, главным научным сотрудником Института и Музея антропологии Московского государственного университета Ильёй Васильевичем Перевозчиковым. Илья Васильевич, антропология – это наука всё-таки биологическая, хотя нас, людей, трудно как-то отделить от нашего человеческого. Чисто животными мы себя не считаем, честно говоря. Честно так сказать. У нас это всегда как-то много сидит. Однако, ну понятно, что вышли мы из природной среды, и вообще эволюция была, вот, так сказать, по Дарвину произошли там от кого-то, от какого-то обезьяноподобного предка. А вообще вот сейчас наша эволюция продолжается, мы меняемся? Ну, здесь речь в первую очередь идёт о времени. То есть, какое время рассматривать. Как правило, эволюционные изменения, они достаточно медленные. Поэтому, если рассматривать, скажем, последние, ну, скажем, 5-6 тысяч лет, ну, я имею в виду, когда мы можем что-то реально доказать. Когда погребения есть, там всё как положено. Да, эволюционные изменения есть. То есть, именно они эволюционны в том смысле, что они направлены и фактически, видимо, необратимы. Это вот важная особенность эволюции. И, ну, скажем так, зубная система довольно сильно меняется. Изменился прикус. Это как? Ну, то есть, есть разные возможные, то есть, разные типы схождения зубов, вот, в прикусе. И если где-то 3-4 тысячи лет назад в большинстве сериях краниологических прикус, так называемый, щипцеобразный, то есть, зубы сходятся... Вот так вот, да? ...в притык. Как клещи. Да, 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 да. Да, да, да. Так. То сейчас, в силу того, что нижняя челюсть редуцируется постоянно во времени... Уменьшается. Она несколько уменьшается, да. То прикус, так как нижняя челюсть, свободная кость, то есть, верхняя челюсть у нас... Ну, да, она связана вот со всей этой капсулой. Да, а нижняя челюсть, она уменьшается. И поэтому прикус становится вот такой, ножницеобразный, то есть, передние зубы заходят... Ну, в первую... Речь, конечно, в первую очередь идёт о резцах и прочее. Ну, да. Они заходят вперёд по отношению к нижним. И хорошо известна, скажем, редукция зуба мудрости. Ну, мне пришлось просмотреть много черепов древних. Везде зуб мудрости присутствует в полном развитии. То есть, они им жевали? Да, да, да. То есть, они использовали его? Да, они были... Они стёрты от сильного жевания. А сейчас, фактически, так бесплатное приложение часто не нужно. Ну, многих просто он не прорезается вообще. Даже закладки не бывает. Вот так? Да, так что поэтому вот это... А из-за уменьшения всего жевательного аппарата происходят такие особенности. Я думаю, многие с этим сталкивались и у своих детей, и сами. Так называемый краудинг, когда зубы начинают сходиться вместе и уже стоят в челюсти развернутые. То есть, им нет места на челюсти, чтобы нормально... Слишком много зубов, короче, у нас. Зубов-то остаётся то же самое количество. Ну, они для нашей маленькой челюсти уже... А для нашей уменьшающейся челюсти им становится тесно. И вот детям вставляют такие специальные пластинки, чтобы раздвигать немножко челюсть и раздвигать зубы. То есть, мы боремся с эволюцией этими пластинками, на самом деле? Ну, да. С тем ходом эволюции, который сейчас есть. А это связано с чем? Это какой-то приспособительный процесс, вот это вот изменение зубной формулы-то нашей? Ну, это, наверное, не зубная формула, а вот это вот изменение аппарата этого жевательного. Ну, здесь предположения могут быть разные, но одно из главных предположений – это изменение питания. И изменение всей жевательной системы. То есть, когда вы жуёте жёсткое и много, скажем, вот детям часто в моей молодости рекомендовали морковку кусать, чтобы с зубами было всё в порядке. Значит, когда есть нагрузка, то тогда и, соответственно, нижняя челюсть и верхняя челюсть, они отвечают на неё ростом, то есть, когда функционирует. Когда функции нет, она засыпает. Ну, а как мне в учебнике в старом писали, там, когда совсем был дикий ещё человек, приходилось кору деревьев, молодых побегов, вот уж так, наверное, челюсти использовались со страшной силой. Очень сильно, конечно. А сейчас уж как-то кору-то уж давно уж не жуют-то особенно. Нет, да, только во время голода. Только во время голода. А так, в основном, что-то такое более мягкое. Так что вот это изменение, оно такое явное, и оно явно, я бы так сказал, стоматологам всегда будет работа. Следить за этим изменением, да? Да вообще, не только следить, а вообще... Кстати говоря, ведь как-то интересно, вот 6 тысяч лет всего прошло, да, вот выгодить наблюдение? Ну, примерно, да. Ну, примерно, да? И вот за эти 6 тысяч лет, а какой был механизм этих изменений? Ты что, как естественный отбор, то есть если вот не приспособился, то что, так сказать, умер и не дал, так сказать, потомство, как у Чарльза Дарвина написано, вот не редуцировались зубы мудрости и помер, потомство не успел дать, а редуцировались живи, размножайся, заселяй землю. Или нет? Нет, как-то у вас это неожиданный разворот. Нет, а как, понимаете, в чем дело? Я вам сейчас скажу, я физик, да? А вот мы физики всегда биологов, так сказать, подкалываем, всегда подкалываем так вот, ну, по-доброму, конечно, подкалываем тем, что вот у вас-то концепция эволюции такая, это называется синтетическая теория эволюции, меня так учили, что, значит, вот есть у нас геном, все тут записано про нас, что надо, и вот этот геном, значит, от потомков, то есть от предков потомков передается, и все время он чуть-чуть изменяется, там опечатки вносятся. И вот если опечатки вот такие вот положительные, к чему-то хорошему ведутся, они закрепляются дальше, да? То есть это вот процесс случайный, чисто случайный, хаотический, в разном направлении, да? А тут вот получается, за эти 6 тысяч лет, ну, вообще, человек-то ведь он ведь не муха. Эта муха там миллион яичек откладывает. Ну, человек-то ведь раз в несколько лет размножается, честно сказать-то. Ну, так, мыши гораздо интенсивнее размножаются, чем люди. Вот, и как-то вот за 6 тысяч лет мы умудрились вот чисто, сильно изменить челюстную формулу. Так что, это был отклик такой, или как, вы знаете, вот такое приспособительное явление, вот даже непонятно, это как-то вот не по Дарвину получается-то. Взяли, пища стала другой, мы приспособились. Ну, вы правильно сказали. Мы перенастроили вот эту штучку, как вот на станке работает, точил твердое, а потом он мне что-то мягкое, он другой резец поставил. Вы знаете, несколько необычный вопрос и поворот, так сказать, того, что вы меня спрашиваете. Ну, во-первых, не всякая эволюция имеет под собой именно естественный отбор. Ага. Вот это очень важный момент. Во-вторых, вы совершенно правильно сказали, что увеличение изменчивости, потому что для отбора нужно, чем больше возможностей, то есть увеличение изменчивости, тем больше шансов у отбора работать. То есть по той классической схеме это увеличение количества мутаций, столько мутантов, это такой большой отход будет, потому что в основном мутанты-то они не жизнеспособные будут. Мутации, как правило, как правило, они неблагоприятные. Могут быть и благоприятные, которые отбор может подхватить. Но здесь должно быть достаточно сильное благоприятствие этого гена, чтобы отбор его увидел. Да, и общее количество мутаций должно быть маленьким, значит, вымрет вид, да? Тем более такой, который размножается очень медленно, как человек. Мы же не мухи. Здесь есть один очень важный момент, потому что это рассмотрел английский исследователь Фишер и известно это. Все дело в том, что мутация, когда случается, вероятность ее сохранения, независимо от того, благоприятна она или неблагоприятна, она в течение, скажем, ближайших буквально 10 поколений, скажем, 5-10 поколений, ее вероятность сохранения, именно из-за того, что это случайность, случайное возникновение, крайне мала. Это надо, значит, чтобы и у будущего папы, и у будущей мамы одновременно эта мутация была. Они из разных семей, это папа и мама. И, значит, вот это закрепление этих мутаций, еще раз повторяю, независимо от благоприятной, неблагоприятной, это очень маловероятное событие. То есть эту маленькую вероятность еще в квадрат надо возвести? Да. Потому что, чтобы еще у мамы-то это появилось, у будущей мамы. Вот, и поэтому один из эволюционных важных моментов, это когда популяция уменьшается и становится очень маленькой. Близкородственное скрещивание. Это даже не обязательно близкородственное или еще что-то. Но когда она становится очень маленькой, то вот эта вероятность, и там возникла мутация, то вероятность ее сохранения нарастает. Особенно, если нарушается соотношение полов. И в какую сторону? Ну, скажем так, если у нас популяция снизилась, и осталось только один-два мужчины и пять-шесть женщин, или еще что-то, то он передаст сразу всем детям от этих женщин эту мутацию, понимаете? Ну, кстати говоря, маленькие популяции – это типичное в историческом плане явление для маленьких сельских поселений. Особенно вот в нашей России это крепостное право. Вот, крестьяне одного помещика, крестьяне другого помещика – это две отдельных, так сказать, семьи. Вот. Да еще помещик тут часто пользовался своим правом. Это да, было. Было, да. Что значит малая популяция? Это вообще-то популяционная генетика, а не столько антропология. Но мы знаем, что так называемый эффективный репродуктивный объем должен быть порядка, то есть, мужчин и женщин, находящихся в состоянии, то есть, могущих размножаться. Скажем, с 18 до... В репродуктивном возрасте. Да, в репродуктивном возрасте. Это примерно численность должна быть, вот эта эффективная, репродуктивная, она где-то примерно 12, 15, 30 человек. То есть, вот такой поселок, где 12-30 мужчин и 12-30 женщин репродуктивного возраста, то есть, 30 семей. Да. Вот, а он будет существовать, да? Здесь начинают действовать, возможно, действуют вот эти случайные процессы для того, чтобы мутация закрепилась. То есть, вот на какой-нибудь остров в океане, в Тихом, попадает, значит, 30 семей почему-то, занесло их ураганом, они там остаются, уйти некуда, вот живут, они размножаются веками, приходят там реплаватели, видят там новый народ какой-то особенный, вот специфический. Вот такие реальные ситуации были, и антропологами, и генетиками они изучались. То есть, ну, я не скажу тысячи лет, но несколько сот лет такие популяции изучили. А вот почему же у нас вот так вот, вот жители вот этих островов Тихого океана, они очень, так сказать, ну, своеобразные, скажем так, да? У каждого свое вот, ну, лицо, скажем так, да? Вот, а вот жители наших деревень, которые тоже у нас крепостное право-то имеют столетнюю историю, да? И вот это вот ограничение вот в круге, вот, так сказать, брачном, оно было очень сильным. Они так вот сильно не стали различаться по названиям деревень, это у нас как-то народ не очень делится. Хотя это в этой деревне живет, наверное, не больше людей, чем на острове в Тихом океане. Ну, все дело в том, что, конечно, изоляция, сама сила изоляции на этих островах Тихоокеанских гораздо больше, чем... По процентов. Да, чем на наших, скажем, деревнях русских и прочее, прочее. И, вы знаете, вот реальный обмен между деревнями и между селами по-русским мне малоизвестен, но такая работа была сделана по Норвегии, там тоже небольшие сравнительно поселения. Там, да, инбридинг работал, и эти малые поселения были. Инбридинг – это близкоростные скрещины. Да, да, и изоляция была достаточно сильная. Но для того, чтобы популяция вот начинала, так сказать, эволюционировать как бы в своем направлении, то есть вырабатывать свой тип, эта изоляция должна длиться много-много поколений. То есть здесь опять фактор времени. Потому что возникновение мутаций, которые, скажем, дадут новый признак, – это случайный процесс. Может возникнуть, а может и не возникнуть. То есть может произойти изменение, которое мы можем фиксировать, по крайней мере, а может и не произойти, и популяция будет стабильно держаться, по крайней мере, с нашей точки зрения антропологов, будет стабильно держаться в течение очень многих поколений. И ничего не произойдет. Никакого вырождения не произойдет. Ничего. А вот скажите, пожалуйста, вот этот вот теперешний наш прикус, он характерен для всех жителей земного шара? Нет, конечно. А где вот есть такое? Где-нибудь такой остался? Остаются и у нас индивидуально, пожалуй. То есть они индивидуально, да? Да, индивидуально. А вот так, чтобы в массе у всех такой прикус, такого нет нигде? Ну, вы знаете, вот… Где-нибудь в дебрях Амазонки где-нибудь? Нет, вы вот упоминали сейчас вот тихоокеанские группы. Так. Ну, скажем, у тех же меланезийцев довольно часто встречается такой вот прикус. У них вообще очень массивный, жевательный весь аппарат, очень мощный. И у них вот такой прикус встречается часто. Есть некоторые тоже другие группы, в которых он часто встречается. А так в целом… Это не значит, так сказать, отрезано, значит, у всех один приск. А так в целом во всем мире, вот с цивилизацией, вот этот прикус изменился, изменился чуточной аппарат. Да, меняется, да. А у кого-нибудь зубы мудрости еще работают на земле? Конечно. Есть, то есть в рабочем… У нас-то они уже… Конечно, конечно, конечно. Одна с ними только… Марокко, да. Марокко, да, вот удалять их надо. Да. И все, да? Есть, конечно. А вот если говорить не по, так сказать, костным остаткам, судите о людях, а по искусству, по, так сказать, портретному. Я вот помню вот древнеримский портрет скульптурный, этот милое дело, они как живые прям вот все вот в музее посмотреть. Да, там реалистичные очень. Очень реалистичные. Ну и потом тоже живопись эпохи Возрождения, позже так, ну, как живые, как фотографии прям. Вот тут-то вот проследить назад, как меняется, так сказать, человеческая порода. Ну, понимаете, реалистический портрет, вот в таком виде, так, чтобы антрополог, я несколько этим занимался. Ну, два века уже есть фотография, по крайней мере. Да, он все-таки появился, я имею в виду в Европе, он появился сравнительно недавно, это где-то 14 век. До этого вот такого настоящего реалистического портрета фактически не было, хотя, конечно, старания были. Тут еще есть важный момент. Где-то только в этот период, 15-й, 16-й век, наконец, сладили с передачей перспективы. Соответственно, изображение лица, которое требует для реалистичности элемент перспективы, я имею в виду, чтобы правильно было нарисовано. Поэтому это тоже так появилось. А во-вторых, конечно, изменилась идеология, то есть появился интерес к индивидуальности в эпоху Возрождения. Это же все-таки всплеск таких индивидуальностей, то есть своеобразных. То есть вернулись к тем корням, которые были вот в античную эпоху. Ну, в какой-то мере. Тогда же, судя по портрету, был очень реалистичный. Они же очень увлекались древностями римскими и греческими. У них это было большое влечение. Потому и называется Возрождение. Да, да, да. Это очень такой интересный сам по себе. Ну, и как, вот глядя на этот портрет, там, где уже художник, он, так сказать, старается изобразить и внешность человека, и одухотворить по мере возможности. Вот тут-то мы как меняемся за эти 300 или 400 лет? Мне сейчас трудно сказать. Я занимался этой проблемой, но у меня еще недостаточно, я бы сказал, численности. Вот если бы я знал, я бы вам, да, я бы вам принес такие портреты, они у нас есть. Скажем, у нас есть большой портрет, там численность приличная, я имею в виду, скажем, русского дворянства рубежа 18-19 века. То есть, когда уже у нас художники... Руку набили. Да, руку набили, и есть такой и мужчина, и женщина. Там оказалась любопытная вещь. Столичное дворянство оказалось несколько отличным от провинциального, от уездного. Вот так, если прямо сказать. Вот мы видим это отличие. Оно незначительное. Столичное, это петербургское? Петербург, Москва. А это может быть связано с тем, что, так сказать, столичных другие художники писали, нет? Нет. Как-то там в столице художники-то получше были. Да, вы знаете, нет, это мы проверяли. То есть, ну, скажем, по Владимирским портретам и прочее. Хорошие были художники и в провинции. Не провинции. То есть, я имею в виду, для передачи антропологического типа все в порядке. А чем отличался столичный тип? Вы знаете, он оказался, во-первых, немножко более темноглазым. То, что мы же и даем описание и прочее. Потом явный какой-то вид, ну, я понимаю, что это не научный термин, они какие-то более холеные. Вот этот обобщенный портрет, какая-то холеность там эта возникла. Не знаю, в чем дело. Ну, живут, наверное, спокойнее. Ну, может быть, да. Вот недавно мы сделали и уже опубликован у нас портрет русских офицеров 12-го года. Так. Ведь есть же галерея в Эрмитаже. Да, да, да. Она идеальна была для работы, потому что там один был художник. Точнее, был Доу, и с ним двое еще работало художников, его как бы учеников, которые работали в его же стиле. Это было очень важно нам, что это был один взгляд. Доу славился своей реалистической манерой, то есть уловить индивидуальность. Почти фотографически. Да, он уловил это. Это дало нам возможность тоже изучить эту серию портретов и антропологически, и создать тоже обобщенные портреты русского офицера. Но для точности я вам скажу следующее, что в русской армии тогда было довольно большое количество немцев. В первую очередь прибалтийских, которые всегда служили в русской армии. Вообще для них служба в армии была таким предпочтительным занятием. Ну, диспозицию Бородинской битвы писал полковник Толь, прибалтийский. Да, но интересная выявилась особенность. Когда мы сравнили описание и два портрета обобщенных, они оказались очень похожи. То есть это все условно, так скажем, восточно-европейский антропологический тип. Вот это ответ на часто задаваемый вопрос, отличаются, не отличаются. А вот сейчас-то ведь сейчас у нас фотографии есть, мощная вещь, и она, так сказать, уже несколько столетий. А вот антропологический тип теперешнего столичного жителя и провинциального... Не делали. Не делали. Пока не делали, да. То есть политкорректно... У нас есть по русской равнине, по великороссам, есть портреты как бы районные и прочее, по отдельным группам. Отличия есть между северными и южными русскими. Я сейчас имею в виду именно великороссов. Есть отличия и в описании, я имею в виду антропологическими, есть отличия в обобщенном портрете. Незначительные, но есть. Это в пределах одного и того же варианта, но всё-таки есть. А я вам ещё скажу, что в советское время, когда обувные фабрики, они вот шили обувь для всех регионов нашей Великой Родины тогдашней, то они для каждого региона, у них была своя шкала обуви. Правда. Размерная шкала. То есть люди были вот антропологически... Правда, не в смысле черепа, а в смысле ноги. Это мы делали. Поширенее, да. Это было связано у нас много прикладных работ, и в том числе с обувью. С обувной промышленностью. То есть эти обуви должны под ноги быть очень хорошо подходить. Иначе беда. Ну, там различия-то есть в стопе. Скажем, между северными и южными, скажем, между, как скажем так, Ленинградской областью, скажем, и Кавказом. Различия в стопе есть. У кого шире стопа-то? Стопа на Кавказе шире. Шире, да? Да. Правда, нет точно, в какой мере это генетически связано, а в какой мере это то, что босиком очень много дети ходят в детстве. Но нас это не интересовало. Нас интересовало дать правильную ориентировку для кожевенной промышленности, когда они делают свои так называемые ростовки, колодки. Ну да, да, да. Колодка – это самое главное в обувном прохождении. Ну, это так называемый коэффициент удовлетворенности. То есть мы считали, что если 90% находят себе нужную обувь, это по порядке. Остальное, оно выходит за две сигмы. То есть это краевые уже вещи, которые всегда будут испытывать или дискомфорт, или им нужно шить обувь. Беда какая. Попасть в эти обоставшиеся сигмы. Да. Беда, беда, беда. То есть это за две сигмы, это всегда такая вещь. Мы очень много этим занимались. Очень много. У нас была громадная лаборатория, до перестройки, конечно. Там 30 человек работало. Там и школьные парты, и военное обмундирование, и всё. И это всё наш институт делал. А скажите, вот тут нет такого вот опасности, занимаясь антропологией, соскользнуть немножко вот в направлении, скажем так, мягко говоря, неких, так сказать, расовых теорий. Слово «расовая теория», оно сейчас ругательное. Хотя, в смысле, ну, раса – это же ваш биологический термин, раса. Ну, нормальный термин. Не только у антропологов, это у всех зоологов. Да, и потом, ну, действительно, раса различается, это совершенно очевидно, да. И вот, наверное, размер ноги, и цвет кожи, кстати. Да, 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 да. Соскользнуть можно куда угодно. То есть, всё зависит от реального знания. Скажем, мы знаем довольно простую вещь, что я занимался метисами много. Так. И, как вы, наверное, знаете, один из критериев другого вида или ещё что-то – это возможность скрещивания. То есть, получение плодовитого потомства при скрещивании разных видов, разновидностей, там, что вы хотите. Вот лошадь и осёл – это два разных вида, да? А, так сказать, чёрная кошка и белая кошка – это один вид. Один вид. Человек в этом смысле – один вид. Ну, я знаю практически всю литературу и сам много занимался этим. Любые варианты скрещивания – они плодовиты. Ну, спасибо вам большое. Время нашло, к сожалению, стекло. Вот. И публике нашей, дорогой любимый, спасибо большое за внимание. Вот уважайте науку и вот настоящую науку и не доверяйте всяким вот таким вот трактователям вот безвысшего образования. Всего доброго, вам всех благ, удачи, до свидания. Продолжение следует.